Посмотри сюда. Теперь сюда. А сейчас вот сюда. Понимаешь, что происходит? Мы манипулируем твоим взглядом. И не только мы. Любой контент стремится к этому, манипулируя не твоего внимания. Есть самые разные способы захватить внимание зрителя. И сегодня я тебе расскажу об одном из самых важных, и это композиция кадра. Композиционные трюки существуют в индустрии не для красоты. Они направляют твое внимание туда, куда нужно тебе смотреть, чтобы ты понял историю героев и их мотивы. В этом обычно помогают линии и объекты, которые направляют взгляд на главный объект, или так называемый центр интереса. Выбор композиции зависит не только от заложенного смысла, но и от формата кадра. Например, в формате 3 к 4 трудно следовать правилу третей. В этом выпуске я расскажу тебе о десятке самых топовых композиционных решений, которые стоит знать и создавать в своих кадрах. Ну а перед тем, как начать, сделаю ремарку, что обычно одна композиция совмещает в себе несколько других. Например, вот в этом кадре есть и симметрия, и направляющие, и ритм. Поэтому разграничения на виды условны. С тобой Слава Хохлов, погнали! Один из простых приемов – центральная композиция. Для ее создания нужно просто поместить объект в центре кадра. И вот о чем я говорю. Даже если мы возьмем в пример вот этот кадр, то тут помимо центральной композиции есть направляющие линии, которые указывают, куда нам смотреть. А еще глубина кадра. У нас по факту три плана. С ногами передний, потом главный план, который в фокусе, и задний – фон. Когда мы используем центральную композицию, то автоматически подразумеваем, что объект, который находится в центре – авторитет. Значимый объект или персонаж истории. Также этот прием может символизировать гармонию и стабильность, так как картинка выглядит сбалансированно. И он считается самым идеальным для соотношения сторон 3 к 4. Отчасти поэтому это излюбленный прием Уэса Андерсона. Но центральная композиция может преобразовываться и в симметрию. Это когда обе стороны кадра за счет линий, объектов, симметричного лица, озеркаливают друг друга. Она часто основана на геометрических фигурах, типа кругов, треугольников или прямоугольников. Создает максимальный баланс, и этим очень приятно глазу. Вот в этом примере симметрия достигается и направляющими линиями, и ритмом, когда есть повторяющиеся элементы в кадре. Плюс тут получается не только симметрия, но еще и фрейминг, потому что вот эти полки образуют такие естественные рамки. А что если специально нарушить симметрию? Тогда она может создать в кадре драматизм или конфликт. Сцена с нарушенной симметрией может символизировать, например, внутренний конфликт, или напряженные отношения между персонажами. Перспектива в кадрах играет большую роль. Она помогает показать глубину сцены и отношений между объектами или персонажами. Как я уже сказал ранее, композиционные приемы работают совокупе, и тут перспектива достигается диагональными направляющими линиями, которые обращают взгляд в конкретную точку. Именно это создает ощущение глубины и объема в кадре. Перспектива может быть использована для усиления эмоциональной нагрузки сцены. Например, низкий угол съемки может создать впечатление мощи, героизма или угрозы, а высокий – чувство уязвимости или потери контроля. А перспектива, уходящая вдаль, может стать символом пути, движения и динамики. Кстати, я тут нашел хорошую перспективу для тебя. Пройти наш бесплатный закрытый мастер-класс по созданию кадров как в кино. Вот такой словесный каламбур, но давай к сути. Тебя там будет ждать самая полезная информация о том, как создаются красивые кадры, начиная от идеи и заканчивая съемкой и монтажом. А если у тебя остаются вопросы, то ты сможешь их легко задать в прямом эфире и получить все ответы. Мастер-класс хоть и бесплатный, но попасть ты на него сможешь только после регистрации по ссылке в описании к видео. Поэтому ставь на паузу и иди скорее записывайся, напоминать об этом мы больше не будем. Ссылка в описании, ты знаешь, что делать. А мы возвращаемся к теме. Линии в кадре – мощный инструмент, который направляет взгляд зрителя. И их всегда нужно искать при постановке кадра. Направляющие линии названы так, не просто так. Они устремляют взгляд зрителя и создают ощущение движения внутри кадра. Вот тут мы видим, что кадр построен по правилу третей. Но за счет переднего плана в расфокусе появляется дополнительная глубина. А многочисленные линии тут, здесь и вот тут – все они расположены так, что направляют взгляд на главный объект. Хоть он и занимает не так много места в кадре и вообще находится даже не посередине. Тем не менее, благодаря этим линиям наш взгляд сразу цепляется за главного персонажа, поэтому линии так важны. Направляющими могут быть не только диагонали, но и прямые горизонтальные и вертикальные линии. Используй их, если хочешь передать через кадр ощущение спокойствия. А вот диагональные линии и кривые придают кадру движение, динамику и иногда даже некоторое напряжение. Они заставляют глаз двигаться по кадру, что делает сцену более драматичной и живой. Правильное использование направляющих линий добавляет визуальной глубины и объема в кадр, делая его более привлекательным для зрителя. Можно использовать потолки и стены, заборы, деревья, пальцы, указывающие на важные объекты и вообще все, что создают линии. Ты наверняка о нем уже слышал. Правило зрите является основным принципом композиции, так как помогает создавать баланс. Чтобы снять кадр по этому правилу, нужно разделить его на 9 равных частей с помощью двух горизонтальных и вертикальных линий и расположить главный объект на одну из четырех точек, которые получились при пересечении. Можно было бы сказать, что это все, но это правило достаточно коварно и нужно соблюдать еще несколько моментов. Если персонаж идет или смотрит в сторону, то нужно оставить свободное пространство там, куда направлен его взгляд. А чтобы в кадре был баланс, то и на другую сторону кадра стоит расположить объект на фоне. Тут, например, сбалансировали свечами на переднем плане. Очень важно следить за тем, чтобы каждая часть кадра не была перегружена. Поэтому, если бы свечи стояли с другой стороны, то кадр был бы не так приятен глазу. Конечно, эти правила можно нарушать, но только если это требует истории и задачи. Если нарушаешь баланс умышленно, то символизировать такой кадр будет тревогу или дискомфорт персонажа. Фрейминг. Это уже более креативное решение, мы уже о нем упоминали. Это когда ты располагаешь на переднем или заднем плане естественные рамки, тем самым кадрируя сцену. Фрейминг помогает сосредоточить внимание на важных моментах или персонажах. Но самое интересное, созданием рамок можно подчеркнуть символизм сцены. Фрейминг может передавать ощущение изоляции или одиночества, напряжение или ограниченность возможностей персонажа. А переход в таком кадре от крупного плана к общему может символизировать освобождение от чего-то или новый взгляд на ситуацию. Фрейминг добавляет по максимуму глубину кадра, так как тут работает и передний план, и основной с персонажем, и задний. Ну а рамкой может служить что угодно, даже нога. Круговая композиция. Это такой вариант симметрии, только уже с более сложным строением. В такой композиции мы фокусируемся на центральной точке, а ее окружаем элементами вокруг так, чтобы было впечатление кругового движения. Оно придает изображению гармонию и подчеркивает важность центрального объекта. Вот в этом примере вообще можно увидеть два круга, плюс за счет рук тут есть направляющие. Когда объекты или персонажи расположены вокруг центральной точки, это создает ощущение единства и целостности, как будто все части кадра соединены вместе. Такая композиция подчеркивает связь между идеями и персонажами, добавляет к кадру динамичность и усиливает эмоциональную напряженность сцены. Но иногда круговая композиция может передавать и другие смыслы. Например, если персонажи окружены кругом, это может означать их замкнутость или изоляцию. Один из самых редких приемов – треугольная композиция. В ней объекты группируются в виде треугольника или образуют невидимые линии, которые его напоминают. Вот в этом примере мы вообще можем заметить несколько треугольников. Эта техника композиции помогает создать интересное визуальное напряжение в кадре и ощущение движения, замкнутости, а также создать взаимосвязь между тремя объектами. Ну а технически? Такая композиция уравновешивает все элементы кадра. И если объекты расположены на разных планах и образуют трехмерную структуру, то кадр получается очень объемным и глубоким. Мы привыкли, что сплит-экран – это разделение кадра на две или более частей на монтаже, но его можно организовать и в самом кадре при съемке. Разделителем может стать опять-таки что угодно, от двери до любого предмета на площадке. Например, тут достигается этот эффект просто за счет разных окон, а сама композиция получилась очень близко к симметрии. Сплит-скрин часто используется, чтобы показать контраст между действиями или персонажами, или наоборот, их схожесть, если персонажи совершают одновременно одно действие. Поэтому сплит-экран может быть асимметричен, а может быть симметричным. Все зависит только от задачи и идеи кадра. Иногда сплит-скрин используется для отображения разных аспектов личности одного персонажа или разных реальностей, что символизирует его внутренние конфликты или душевное разделение. Самый драматичный и экспрессивный композиционный прием – это голландский угол. Это такая техника съемки, при которой камера наклоняется под углом, создавая эффект завального горизонта. Обычно для такой съемки выбираются крупные или средние планы, потому что для этого кадра важна эмоция героя. Наклоненная камера задает ощущение нестабильности и подчеркивает напряжение сцены. Прием простой в исполнении, но просто так его лучше не использовать, потому что голландский угол всегда символизирует душевное состояние персонажа. Например, уныние, подавленное болезненное состояние, безумие, решительность, а может даже ярость. Так что стоит использовать этот прием осторожно, чтобы не потерять смысл кадра и избежать излишней драматизации. Композиция без правил. Так можно охарактеризовать систему квадрантов. Идея в том, чтобы разделить кадр по типу правил третей, но только на 4 части, и в каждом прямоугольнике разместить свою историю. Например, если разделить кадр, то можно заметить, что каждый сектор может существовать самостоятельно, параллельно рассказывая несколько историй. И тут, кстати, тоже можно заметить треугольники и центральную композицию. Система квадрантов помогает добиться баланса и максимальной выразительности, но снять кадр с такой композиции не так просто. Важно на этапе препродакшена продумать все действия персонажей и их расположение относительно друг друга, иначе ничего не получится. Позитивное заполнение пространства. Звучит, может быть, и сложно, но на самом деле все просто. Так называют композиционное решение, в котором основной объект занимает большую часть кадра. Это может символизировать величие, силу и важность персонажа, подчеркнуть его авторитетность и значимость в сюжете. Иногда позитивное пространство может символизировать изоляцию и отчужденность от окружающего мира, зависеть опять-таки от истории. Прием делает сцену более эмоционально насыщенной, а кадр эффектным. Раз есть позитивное пространство, значит есть и негативное. Негативное пространство работает наоборот. Это композиция, в которой основной персонаж занимает очень небольшое место в кадре, а все остальное – пустое пространство вокруг него. Использование этого приема, как правило, символизирует пустоту, одиночество или потерю. Этот прием также может добавить драматизма и интриги к сцене и быстро привлечь внимание к ключевым объектам в кадре. Когда большая часть пространства пуста, персонажи и объекты, заполняющие меньшую часть кадра, кажутся более выразительными и важными. Сразу на них появляется фокус. Но это правило тоже работает совокупностью с другими. Например, тут помимо негативного пространства, есть еще и центральная композиция, направляющая горизонтальные линии, которые успокаивают кадр и делают его статичным. Так что каждая композиция связана с другими приемами, прям как продакшн-видео в целом. Тут ведь тоже пре-продакшн, продакшн и пост связаны друг с другом. Именно поэтому, даже если ты не стоишь за камерой, тебе нужно знать операторскую базу, а чтобы выстроить историю на монтаже, базовые знания в сценарном ремесле. Так что не удивляйся, если увидишь в наших курсах лекции по смежным специальностям. Кстати о них. Мы общаемся со многими нашими учениками и выпускниками, чтобы узнать их истории. И некоторые из них оказываются настолько вдохновляющими, что мы решили делиться ими с тобой. Например, вот Олег, который после прохождения нашего курса по монтажу в 20 лет открыл свой собственный продакшн. Он зашел на обучение новичком и уже через месяц начал брать коммерческие заказы. Вообще не знал, как там работать в премьере. Делал какие-то бэкстейджики, видосики с мероприятиями, телефон подснимал. На курсе Олег получил базу, а потом взял к себе в команду двух новичков и обучил их тому, что узнал и чему научился сам на нашем курсе. Ребята научились, все, мы начали втроем тогда снимать, фиксировать, заказики брать. Продакшн Олега расширился, и теперь ребята берут заказы на видео и снимают крутые проекты. А мы рады, что помогли сделать им первые шаги. Ну а если ты тоже хочешь стать творцом, переходи на наш сайт по ссылке внизу и записывайся на бесплатную консультацию. И напоследок скажу, все элементы видео должны работать на историю. И правильно композиция кадра помогает лучше и точнее передать идеи и эмоции. Поэтому нужно тщательно подходить к выбору композиции и знать обо всех композиционных решениях, даже если ты не оператор, а режиссер или монтажер проекта. Надеюсь, что я помог тебе в них разобраться. Ставь лайк, если это видео было для тебя полезно. И до встречи в следующих видео. С тобой был Слава Хохлов. Пока.